Здарова, народ! В прошлом эпизоде я устроил вам Интерстеллар, поэтому все, кто из будущего, ставьте Лоис. И, как поговаривал Гагарин, поехали! В детстве у меня был попугай, но он улетел. Потом был второй попугай, он отравился, а третий повесился. В общем, я понял, что попугаев мне лучше не заводить. А вот герой следующего видео решил сам отпустить своего пернатого на волю. Ужасное зрелище. Девушке с телефоном повезло, что она затупила и снимает в другую сторону. И почему птица в коробке из-под хавчика? Ну и что, в KFC купил? Или жена положила мужу в ланчбокс пару яичек, а они по дороге на работу инкубировались? А что, если эта ситуация повторяется по кругу? Мужик подбирает раненую птичку, выхаживает, отпускает. Она убивается об стекло, он ее подбирает, выхаживает и снова отпускает. И так, пока стекло не треснет. А может, он и есть производитель стекол? И специально надрессировал птицу биться в окна. Черт, не разбило. Надо было дятла запускать. Он тройной стеклопакет насквозь пробивает. Надеюсь, эта птичка не должна была символизировать чье-то семейное счастье. Мужик запускает эту птицу из коробки, как будто отправляет своего покемона в бой. Пиджота, я выбираю тебя! Мужик, который кричит после удара птицы, реагирует так, как будто его команда должна была забить гол, но облажалась. С таким голосом ему только Гомера из Симпсонов озвучивать. Короче, те, кого это видео слишком расстроило, посмотрите ролик, где мужик ловко ловит в коробку пролетавшую птицу. Если бы я был на месте героев следующего видео, то вы бы это видео никогда не увидели. Сейчас вы поймете почему. И так, крыльцо обычного домика в лесу. У них там сидит огромный живой медведь, а не снимает его на видео. Я бы уж давно вещи собирал для переезда или оформлял дом на него. Но мужики, походу, решили открыть у себя дома канал Animal Planet. Мужик, он монстр. Да, он готов, наверное, идти. Он не нравится мою камеру. Да, он... О! Обосрались? Ладно, идите пока штанишки поменяйте быстренько. Не буду ничего говорить. Подожду вас. Где мои часы? Ну, у оператора стальные яйца. Ну, это просто Джейсон Стэтом и Сильвестер Сталлоне в одном лице. Силь Джейсон Статаллоне. Ну, или просто Чак Норрис. А вообще ничего удивительного в том, что к ним пришел медведь, нет. Вон, смотрите, сколько у них шишек валяется перед домом. Удивительное начинается, когда медведь решает уйти. Гоу. А, хе, найс. Вот сучоныш, косолапый! Медведь повел себя, как любой гость. Пришел, поел, насрал, ушел. Зато удобно, что мужик в лесу живет. В городе после этого недели две так воняло. Это видео просто обязано получить Оскар за лучший сценарий. Медведь пришел к дому простых людей и в итоге сам обосрался. Это же гениально! Перед уходом животное как бы говорит мужику. Братан, меня что-то пугает, что я тебя не пугаю. Хорошо, что в этот момент рядом не было жены хозяина дома. Иначе бы она заставила сделать его вот такое фото. В общем, покупайте себе домики в лесу, и ваша жизнь станет чуточку интересней и насыщенней. Гораздо насыщенней. Всегда перед тем, как показать вам видео, я что-то говорю. Но на этот раз я не знаю, что сказать. Вот вообще не знаю. Просто уберите от экрана детей и щенят. Это че за нахрен собачий бразерс? Я всегда думал, что поза Доги Стайл как-то по-другому выглядит. А что если это просто ростовые костюмы собак, а внутри живые люди? Такие очень странные ролевые игры. Хотя обычных ролевых игр и не бывает. Учитывая, сколько сейчас разных видов порнухи, я не удивлюсь, что это один из них. А для тех, кто скажет. Ну лежит, собака, другое, че тут удивительного? Макс заебал уже всякую хуйню показывать. У видео есть продолжение. Роме, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ну как вам? Так и читается в глазах у этого черного песика. Или песихи. Блядь. Блядь. Блядь, 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 блядь. Кстати, не завидую в этой ситуации хозяину. Даже у его собак есть секс, а у него нет. Может это его так мир троллит? Заходит он потом на кухню, а там чайник в микроволновку жарит. Прихожая обувь оргию устроила. Ладно, это уж какой-то порно Корней Чуковский получается. Самое главное, что закончилось все в итоге хорошо. Естественно, я имею ввиду собак. Чтобы стать крутым в русских сказках, нужно пройти огонь, воду и медные трубы. И у героев это всегда в итоге получалось. Но они не встречались вот с такими трубами. Ну нахер. Никогда бы не подумал, что водопроводчик опасная профессия. Хотя, эта труба может в обоих смыслах замочить. А сейчас знаете, что мне это напомнило? То чувство, когда выжрал пять бутылок пивалда и добежал до туалета. Мне кажется, из-за этой шутки начнется срач в комментариях. И выглядеть он будет примерно так. Чтобы починить эту трубу, придется вызвать лучшего водопроводчика в мире. Блин, опять Марио? Какого хрена у нас два раза про Марио? Че, не про этого Марио? А про какого? Ааа. Ну я уверен, даже он не сталкивался с такой широкой трубой. Хотя, зачем ее чинить? Эту штуку можно использовать. У нас в стране же строят новый космодром. Зачем? Вот вам готовая площадка для запуска. Нужно только направление немного подкорректировать. И наш космонавт будет не просто первым на Марсе, а первым, кто продырявил Марс насквозь. А еще это видео можно использовать по телеку в новостях. В сюжетах про курс доллара. Сегодня на торгах московской биржи доллар по чуть-чуть прибавлял в показателях. А потом как пизданул? Надеюсь, мужики все в итоге починили. Потому что с такими темпами они могут затопить соседа снизу. В смысле, дьявола. И там наверху за всем, что ли, в конец охуели? Ладно, все, сделаю так. Сборная России начнет хорошо играть, потом попадет на Евро, и все равно жестко вылетит из группы. Опять. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Народ, тут в поддержку безлимитного тарифа Smart Non-Stop от МТС вышло крутое приложение Non-Stop. В нем можно снимать 15-секундное видео, которое состоит из 15 отдельных кусков по одной секунде. И в итоге может получиться что-нибудь типа такого. В общем, в связи с этой темой мы, короче, решили сделать конкурс. Хватит смотреть и лайкать то, что делают другие. Творите интернет сами. Снимайте такие видео и выкладывайте их в свои соцсети с хэштегом И через неделю самое крутое видео я опубликую в группе плюс 100500 вконтакте. Так что дерзайте и удача вам улыбнется. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео и тогда вас отпустят с уроков или с работы или откуда вы там хотите, чтобы вас отпустило. Пожалуйста. В общем, ну что, вы готовы? Раз, два, три. Еее. Это был плюс 100500. Меня зовут Максим. Пока. Готовы? Раз. У меня тут есть свой собственный звонок. Два. Три. Хуёво, блядь, говно ёбано.